друзья перед вами три устройства флагманы 2013 и 2014 годов давайте попробуем сравнить эти три безусловно разные но в то же время схожие в чем-то устройство посмотрим что из этого получится с вами канал гаджетмания всем привет и мы начинаем дорогие друзья перед нами сяоми ми 4 nexus 5 2013 года и iphone 6 соответственно эти три телефона почему-то захотелось нам сравнить посмотреть на некоторые характеристики этих устройств и сравнить их по нескольким критериям и первое это внешний вид размер устройств и установлена на них операционка начнем со смартфона от китайских производителей сяоми 5-дюймовый смартфон 441 точка на дюйм это у него теперь соответственно 5-дюймовый под же с full hd пища 80 1920 и сделан сламинирован то есть под же с экран полностью пламинированный что нам дает соответственно меньше бликов картинка больше на поверхности и так далее сейчас телефон выключен выключим более подробно поговорим когда включим непосредственно смартфон более подробно поговорим в операционной системе что примечательно в этом телефоне у него железная рамка самом пластиковый сзади у нас глянцевый пластик логотип спереди 5-дюймовый экран я несколько некоторое время ходил и пользовался этим телефоном безусловно аппарат хорош давайте отложим его в сторонку и продолжим с nexus 5 nexus 5 производство компании lg это флагманство флагманское устройство 2013 года от корпорации google и это экран 496 дюймов полностью тоже пластиковый здесь соответственно никаких железных рамок нету это сзади у нас soft touch спереди у нас 5-дюймовый почти практически 5-дюймовый экран разрешение у него тоже фулл hd 1080 на 1920 точек на дюйм сейчас я вам скажу сколько и и поговорим потом об айфоне 6 gorilla glass 3 то есть защищенное стекло точек на дюйм не могу найти сколько ну в общем суть не в этом в общем он по экрану схож с xiaomi mi 4 единственное что на экран экран xiaomi mi 4 картинка больше подлежит то есть она практически наверху то есть сравнимо с продуктами компании apple и очень качественно общем качественно сточная картинка которая практически лежит на поверхности и третий у нас конкурсант скажем так это iphone 6 4 7 дюймов разрешение retina так скажем обозвали его в компании apple а конкретно в antutu он дает определенные результаты разрешение экрана википедия нам говорит о следующих 1334 на 750 326 точек на дюйм ретина hd соотношение сторон 16 9 и не full hd экран в общем не full hd экран по внутренностям чуть попозже давайте их попробуем сравнить следующим образом для нас нашего канала это первое сравнение каких-либо устройств все эти устройства достойны то чтобы ими пользовались и наверное первое что когда человек достает новый свой гаджет из коробки это он обращает внимание как он смотрится и как он лежит в руке давайте для начала просто сравним устройство кстати забыл сказать по iphone 6 у него он соответственно сделан из алюминия полностью ванночка в которой находятся все внутренности телефона алюминиевая сверху у нас соответственно закаленное стекло но в общем это не пластик а металл премиум дизайн как говорят давайте положим аппараты друг на друга и попробуем скажем так сравнить их вот таким вот образом по толщине конечно же здесь всех уделывает iphone 6 он очень тонкий 6 9 миллиметров миллиметров очень тонкий смартфон на данный момент он один из был одним из самых тонких сейчас компания опа выпустила смартфон толщиной меньше пяти миллиметров и поэтому iphone 6 не так долго был самым тонким телефоном в мире вот так вот это все выглядит я не буду сравнивать их по ширине я просто покажу как это выглядит все сбоку снизу сверху и непосредственно спереди и сзади вот таким вот образом давайте посмотрим какой из этих аппаратов выше это безусловно если вам здесь вот они практически вы видите что самый компактный из 5-дюймовых смартфонов это nexus 5 2012 года самый удлиненный это xiaomi mi 4 и конечно же их в руке все эти аппараты очень хорошо лежат в руке немножко у xiaomi mi 4 конечно же они улучшили свою версию прошлогоднюю версию mi3 которая очень сильно упиралась вот сюда в ладошку mi4 больше в этом плане усовершенствован более округлые края покаты но в руках лежит вы замечаете что вам что-то если очень долго держать в руках в принципе это конечно не критично но в общем давит он на определенную часть ладони конечно же iphone 6 в принципе все то же самое единственное что у этого аппарата полностью закругленные края экрана и полностью закругленные торцы корпуса они более закругленные чем у xiaomi mi 4 чё тут греха таить аппарат лежит удобней в руке но есть определенные минусы это был плюс есть определенные минусы у iphone а6 поговорим об этом чуть позже и nexus 5 он также имеет небольшие закругления по краям устройства но аппарат очень легкий компактный soft touch пластик практически не скользит и поэтому в принципе не замечаете когда пользуетесь этим аппаратом не замечаете то что упирается он или не упирается вам вам в ладонь так давайте немножко я тут не на те места поставил телефоны но и и по внешнему виду скорее всего все то есть самые непримечательные это при этом это soft touch пластик полностью к пластиковый корпус у nexus а немножко оформления металлическая рамка у mi4 и практически полностью сделаны из алюминия это у нас iphone 6 диагонали экранов практически у всех одинаковые разрешение у двух смартфонов full hd точки на дюйм пикселизация не видна iphone а6 тоже вроде как не full hd но картинка сочный экран сочный и пикселей в принципе не видно перейдем к следующей части нашего скажем так сравнения это технические характеристики и тесты а конкретно тест antutu давайте еще хотелось на камеру практически одновременно включить все эти три устройства и давайте раз два три и посмотрим что у нас включится быстрее я по возможности максимально у меня всего две руки и позволят по возможности максимально одинаково попытался их включить посмотрим вы сами видите какой из этих смартфонов раз мы говорим о технических характеристиках о быстродействии и так далее и от тестах какой из них быстрее включится я пока скажу выскажу вам свои ощущения смотрите смартфон 2014 года nexus 5 включился быстрее всего потом был на iphone непосредственно 6 и последним это был xiaomi mi4 поправьте меня в комментариях конечно же это не такое объективное включение не объективное сравнение почему потому что одновременно я их не включал то есть опоздание там вот эти вот несколько секунд или миллисекунд они все-таки дали по себе знать может быть я в этом виноват но все-таки давайте вы посмотрели можете поставить на паузу на перемотку высчитать и выгадать какое количество времени я включал тот или иной аппарат давайте перейдем к тесту антуту посмотрим его показания на каждом из этих аппаратов и сейчас наверное мы начнем с nexus включаем тоже включаем производительный вот такие вот у нас подает с вами показывает с вами здесь я тестировал аппарат не обращать внимание на mi4 это был сбалансированный режим то есть не производительный и я не знаю многие конечно что-то и показывает эти синтетические тесты и все видеоблогеры и обзорщики пытаются показать вам как зрителям того или иного канала и зрителям того или иного обзора опять же того или иного гаджета разные вот эти вот тесты я считаю что не в тестах дело вообще конечно же я тоже в своих обзорах обращаю на это внимание все очень интересно смотрится в жизни то есть сейчас мы видим что на xus 5 набирает давайте поговорим о технических характеристиках на xus 5 раз с него начали это qualcomm 800 andrena 330 2 и 3 то есть если быть точным 2 и 26 гигагерц процессор 2 гига оперативы и вот с такими вот результатами он набирает 34 тысячи двести шесть очков если чтобы вы были вот такие вот у него данные andrena 330 и так далее 480 точек найдем кстати я забыл указать какое разрешение экрана в самом начале следующим у нас по двигаемся дальше следующим у нас по количеству набранных очков это сяоми ми 4 он набрал 40151 очко и у него следующие характеристики это уже этого года процессор тоже qualcomm 801 3 гига оперативы здесь 2 здесь 3 в айфоне 6 вообще один но сейчас не о нем тоже andrena 330 при разрешении экрана full hd здесь еще раз напомню 3 гига оперативки и разрешение экрана у нас тоже 480 точек на дюйм то есть принципе они идентичны по своей зернистости то есть точнее не зернистости экрана и единственное отличие этого аппарата по их два это более новый совершенствованный процессор соответственно у нас энергоэффективность больше аппараты работает дольше и производительный должен работать дольше и производительный здесь у нас батарейка две тысячи триста миллиампер час здесь у нас батарейка три тысячи двести миллиампер час наперед забегу и скажу что конечно же у нас ми 4 живет дольше чем nexus 5 и давайте поговорим у нас айфоне 6 я очень мне интересно почему вы вот кстати сейчас я закончу свою мысль почему вы не любите контент то есть не любите видео про продукцию под продукцию компания был там про iphone и про ipad и может быть и была бы рубрика игрушки там игрушки против android ноут на android устройствах производительность этих игр игрушки на иос устройствах там на ipad айфонах может быть вы с другой с точки зрения пишите в комментариях и как-то дайте мне знать почему по какой-либо причине может быть из-за дороговизна дороговизны этих устройств вы не любите яблоки здесь вот кстати в начало разговора сегодняшнего видео про про разрешение экрана я вам указал о том что разрешение экрана на iphone и 6 как выдает нам википедия 1334 на 750 точек а здесь она показывает 640 antutu показывает 640 на 136 точек один гигабайт оперативной памяти процессора а 8 есть сопроцессор м8 который помогает нам во всяких второстепенных нуждах и установлен операционная система конечно же айос в данном случае 802 дальше про антуту поговорили про технические характеристики поговорили и перейдем к быстродействию этих устройств на примере нескольких приложений давайте сейчас я при вас выйду со всех пунктов меню здесь мы уберем здесь двойным тапом тоже уберем аппараты полностью у них очищена оперативка здесь тоже все это уберем и попробуем запустить те приложения которыми каждый из нас в той или иной степени пользуются каждый день давайте начнем с игр это асфальт 8 он есть на всех этих трех устройствах давайте раз два три сначала боковые два устройства потом так раз два фон 6 вообще не захотел включаться то есть игры это наверно в основном две третих времени человек проводит за играми на мобильных устройствах или на стационарных компьютерах здесь он почему-то сразу заходит в гейм-центр это никак наверно не отключить вы посмотрите на видео поставьте на паузу если честно я сейчас не заметил какой из этих устройств включилась быстрее какая игрушка показала себя первой готовной для игр поэтому ставьте на перемотку поставьте на паузу и посмотреть какое устройство включилась и напишите в комментариях для меня в принципе все эти четыре устройства с очень мощным железом достойны для того чтобы играть все во все современные 3d игры не только 3d игры потреблять как можно больше контента в том плане что проиграбельность это было у нас с игрушками дальше с игрушек с игрушек мы выходим и следующим номером нашей программы идет очищение оперативной памяти фоновых задач это следующее что мы сделаем это запуск камеры то есть здесь и здесь и здесь так давайте как мне сделать это более быстрым ну конечно же тут я последний включил nexus 5 я очень сожалею что у меня нету помощника в этом плане нет третьей руки которая в принципе более адекватно то есть чтобы мы одновременно нажали но мне кажется что камера самая скорострельная камера на айфоне 6 потом идет камера вообще у nexus 5 изначально были жалобы и только поправили прошивкой камеру на этом устройстве потом идет сяоми mi 4 и на третьем месте у нас nexus 5 я не знаю это мое сугубо личное мнение может быть я не прав поправьте меня но разница между mi 4 и nexus о этот iphone 6 она невеликая обе камеры скорострельным скорострельные очень быстро открываются очень быстро фотографии фотографирует очень быстро фокусируется и nexus 5 тоже сейчас последняя прошивка с android 4.4 все в порядке тоже с камерой единственное что иногда она подтупливает то есть может вылететь или еще что то сделать дальше с камерами у нас все на камеру мы посмотрели как она опять же ставьте на паузу ставьте на перемотку посмотрите как быстро она какой из этих аппаратов включился камера включилась быстрее всего дальше что у нас следующее мы хотели посмотреть мы хотели посмотреть на карты то есть все мы пользуемся навигацией в данном случае это google карты сейчас мы их откроем так если они у нас на этом устройстве карты google так вроде были кпр в карте яндекс да были единственное что где они вопрос карту а вот они здесь все вспомнил так карты здесь и карты у нас здесь давайте попытаемся одновременно нажать я даже не знаю у меня они такие в принципе широкие господи не получается еще раз так еще раз выходим выходим здесь выходим давайте я буду открывать поочередности а вы уж там не обессудьте что так получилось так карты карты на айфоне я вообще не хочу вот так вот в принципе открываются карты вот так вот они работают быстродействие на всех этих трех устройствах высокое все приложения картографические и игрушки камера не говоря уже о стандартных на стандартном функционале то есть о стандартных приложениях они все открываются более-менее не то что более-менее а очень быстро единственное конечно даже если два устройства сравнивать в лоб в лоб на каком-то конкретном одном приложении даже на той же звонилке я сам пробовал и тестировал допустим на айфоне 6 три раза они открывались быстрее чем на ми 4 а следующие три раза они открывались медленнее на несколько буквально на несколько на некоторое мгновение открывались чуть медленнее дальше поговорим о четвертом сравнении это камеры камеры устройств у всех современных смартфонов есть камеры эти смартфоны не исключение тоже почему я захотел сравнить три устройства и может быть какие-то из наших подписчиков думают определяется какой же телефон накануне нового года покупать я вам скажу следующее камеры у всех этих трех устройств замечательные у ми 4 это 13 мегапиксельная камера с модулем от sony у nexus 5 и айфона 6 это 8 мегапиксельная камера единственное отличие что апертура у камеры на iphone 6 соответственно чуть больше и само количество пикселей на сделанной уже фотографии больше и поэтому если вы кропаете если потом как-то редактируете фотографию непосредственно результат будет чуть лучше на iphone 6 очень хорошая очень хорошая камера сама по себе давайте попробуем открыть интерфейс показать все очень просто на ми 4 свайп слева это настройки свайп права это фильтры и переключение между режимами просто здесь уже сделаны фотографии а сюда это переключение видеорежим все понятно никаких лишних кнопок нету также у нас на камере на nexus 5 слева у нас режимы съемки справа точечка настроек и кнопка самой камеры все в этом плане и тоже все хорошо у нас у айфона где у нас камера камера у нас здесь свайпами мы приключаем режим съемки единственный плюс что на айфоне 6 есть возможность снимать замедленное видео со скоростью 240 кадров в секунду чем не могут похвастаться устройства nexus 5 и xiaomi mi 4 я ни в коем случае не хвалю если вы подумаете что я хвалю iphone 6 нет безусловно я приверженен сейчас я пользуюсь nexus 5 для чего это устройство было взято потому что буквально не хочу специально накатывать на него прошивку путем через через компьютер с помощью компьютера накатывать файл прошивки последний android 5.0 воллипоп я хочу получить обновление по воздуху то есть это официальная поставка rst я думаю что 3 ноября на него придет официальная прошивка самый последний android 5.0 к сожалению он наверное чуть позже придет на xiaomi mi 4 но наверное по любому придет интересно посмотреть на прошивку miui как она будет выглядеть на новой операционной системе android и тем самым мы перетекли в одно из тоже из сравнений это операционной системы два аппарата это построена прошивка на базе android здесь это google android таким каким хочет видеть google здесь же это модификация android прошивка miui одна из самых популярных то есть полностью видоизмененная прошивка без меню то есть меню приложения здесь нет как на экзусе 5 здесь все на рабочем столе и не так давно дизайнер дженни айф упрекнул корпорацию xiaomi о том что они в принципе эти аппараты слизывают то есть свои аппараты xiaomi слизывают с айфонов да здесь прошивка в чем-то напоминает то есть это некая золотая середина между android и ios потому что в той или иной операционной системе есть свои плюсы и минусы и здесь китайцы воплотили то есть мне очень нравится прошивка она быстро летает практически на всех устройствах не только на непосредственно на мишках на телефонах от этой компании ну и допустим если установить miui на nexus 5 тоже все будет работать великолепно здесь же на этом смартфоне сегодня у нас компания google захотела вернее каждый год компания google выпускает устройство одна из компаний в мире в этом году это компания moterola в том году это тоже лги была до этого самсунге в общем одна одна из компании в мире google компания это это запутался полностью каждый год Компания Google с помощью своих договоренностей с одним из больших производителей смартфонов выпускает эталонное устройство, на которое устанавливаются самые свежие обновления и чистый Android в том понимании, каким его хотят видеть непосредственно в корпорации Google. Вот так вот выкрутился, объяснил. Ну и iPhone 6. Здесь предустановлена операционная система iOS. Это закрытая система. На днях вышел jailbreak. В данном случае здесь 8.02. Подходит версия операционной системы для взлома, для того, чтобы устанавливать какие-то твики, какие-то платные программы бесплатно. Я когда-то пользовался jailbreak, потом перестал пользоваться jailbreak, потому что аппараты с jailbreak зависают, включат и выключаются. Ну, в общем, опять же, на батарейку. Все это влияет. Закрытая операционная система. Для того, чтобы скинуть фоточки, надо подключаться к iTunes или скидывать их в какое-то облачное хранилище. Чтобы скинуть музыку, надо устанавливать либо какое-то приложение, либо, опять же, подключаться к iTunes. В общем, не сравнится с Android. В плане Android очень открыто. Можно буквально за пару секунд ее видоизменить и полностью настроить под себя. Здесь же это все в том понимании, каким хотят его видеть Apple-овские сотрудники и дизайнеры. Дальше. Батареи. По батарее я уже озвучивал. Здесь у нас 1000. Секундочку, сейчас посмотрим подсказку. На iPhone 6 у нас батарейка в районе 2000 мАч, то есть и 2000 нету, скажем так. Здесь у нас 2300 и здесь у нас 3200. По жизни устройству. Здесь, конечно же, выигрывать Xiaomi Mi 4, безусловно, дольше всех живет. В моем использовании это постоянно включенный интернет, постоянно включенный Wi-Fi, серфинг в интернете, соцсети, почта, браузинг, звонки в районе, может быть, часа, полутора, двух часов в день, если в общей сложности все звонки складывать. На втором месте это, конечно же, Nexus 5. И проигрывает здесь аутсайдер, это iPhone 6. Как они не могли оставить толщину корпуса, допустим, как у iPhone 5s, при этом засунуть более емкий аккумулятор. В iPhone 6 Plus там практически 3000 мАч. Он живет уже в меняемое количество часов в день. Но в iPhone 6 батарейка стала лучше на сравнении с предыдущими моделями 5s, 5s, 4s и так далее. Но все равно это несколько зарядок в день приходится включать. Я не знаю, кто кого тут троллит, в чем сильнее зарядки. Точнее сказать, сколько раз в день подходит человек, пользователь Android или iPhone. Я не знаю. Здесь победитель, безусловно, Xiaomi Mi 4. Поэтому вот такое вот получилось сравнение. Я не знаю. Наверное, мой выбор – это Xiaomi Mi 4. Если вы хотите получать свежее обновление, то это, конечно же, Nexus 6. Если вам не нравится Android устройство, то это у нас iPhone. iPhone 6 Plus довольно-таки большое устройство. iPhone 6, в принципе, меняемый практически 5 дюймов. Удобно держать в руке. В каждом из этих аппаратов есть свои плюсы и свои минусы. И, конечно же, я думаю, что каждый найдет для себя, каждый сделает для себя свой выбор в ту или иную сторону. Вот такое вот получилось сравнение. Если понравилось это видео, обязательно ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в ВКонтакте, в Твиттере и в Фейсбуке. Ссылочки, как всегда, в описании к этому видео. Большое спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.